Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с понятием кулям, мир. Что это, сколько их и для чего они? Давайте представим себе процесс производства, изготовления какого-нибудь нового изобретения. В голове конструктора, в голове первооткрывателя зарождается мысль в каком-то новом приборе, инструменте, что-то новое, которое он видит четко в своем сознании. Для того, чтобы реализовать это в жизнь, он не побежит сразу делать его сам. Сначала этот прибор или это изделие прочерчивается в чертеже. То есть создается нормативный документ, как он должен будет выглядеть, какими параметрами он будет обладать. Но и этого еще недостаточно. Следующим этапом в производстве будет разработка технологии. Каким образом можно сделать этот предмет? С помощью каких приспособлений, станков, инструментов, технологий? Это называется технологическая цепочка. И только после этого мы опустим его в производство, где из многих разных деталей его произведут и потом, в конце концов, соберут. И вот мы увидим то, что уже конструктор, автор идеи, видел в голове достаточно ярко и подробно. Круг замкнулся. Все эти этапы появились не случайно. Все эти этапы появились с момента творения. Как мы уже говорили раньше, для того, чтобы что-то создать, сотворить, необходимо освободить место. Всевышний делает цим-цум, Всевышний создает строительную площадку, и мы начинаем творить. Продуман алгоритм творения, идея творения, о которой мы говорили в прошлый раз. А теперь наступает время появления тому, что называется мир. Улям. Слово «мир» на русском языке не несет смыслового значения. Это термин, которым мы привыкли называть что-то. На еврите же на святом языке улям имеет очень интересное значение. Как ни парадоксально, улям от корня элим – скрытие. Итак, прежде всего, каждый мир, с помощью которого будет реализовываться творение – это скрытие. Скрытие божественного света. Мы уже говорили, что в том первозданном виде, который исходит от Всевышнего, творение невозможно. Нам необходимо постепенно понижать напряжение. Мы говорили с вами о цепочке трансформации миров. Вот так и творение. Первый мир, который уже можно назвать миром, потому что да, он уже каким-то образом скрывает влияние Всевышнего, называется мир Ацилют. Переводить слово Ацилют на русский язык очень сложно. Постепенно, чуть позже мы познакомимся, что же это означает. Следующий за ним – это мир Ецера. Ецера можно было бы назвать уже производством. И следующий за ним мир – это мир Осия, мир Действия. Это тот самый сборочный цех, внутри которого будет происходить реализация творения. В самом низу этого мира находится наш реальный физический мир. Мир Действия, мир Материи. Четыре мира. Ацилют, 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 Ацилюта, Ацилюта и Ацилюта. Мир Брия, который я отдельно не назвал мир Творения, это мир, который сразу после мира Ацилют. Он немножко тоже отличается от Ицеры и от Осия. Это мир, в котором может произойти творение. Творение – это непростой термин. Творение – это обязательно должно быть что-то из ничего. Если мы возьмем несколько кирпичей и сложим домик, это не творение. Даже то, что мы привыкли называть в русском языке творение, не совсем подходит к нам. Мы говорим творчество, художник рисовал картину, писатель написал книгу. Это не совсем так. Он взял какие-то готовые вещи и соединил их вместе. Он взял воду и глину, резец и создал скульптуру. Это не совсем так. Творчеством называется только то, что возникает из ничего. Четыре мира, четыре ступеньки в сотворении этого мира. Итак, повторим их еще раз. Очень важно их запомнить. Мир Ацилют, мир творения – Брия, мир Яцера, мир производства и мир Осия – мир действия. Четыре мира постепенного снижения и трансформации Божественного Света до нашего конкретного материального мира. Большое спасибо, дорогие друзья. Более подробно о тех мирах мы расскажем на следующих встречах. Момент мудрости Сколель Тора Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.